Несмотря на наблюдаемое падение курса российской валюты, она по-прежнему сохраняет за собой статус самой высокодоходной по итогам 2016 года. Тем не менее, пока еще год не закончен, и факторы, оказывающие давление на рубль, продолжают влиять на настроение участников валютного рынка. Прежде всего, инвесторов отпугивают экономические условия в Российской Федерации. В связи с недавним укреплением национальной валюты, местные производители явно ощутили потерю конкурентоспособности своей продукции на внешнем рынке. Так, объем промышленного производства снижается, и очевидно, что данные с расчетом прироста ВВП в течение третьего квартала в очередную разу свидетельствуют сокращение на 0,5% в годовом выражении. Тем не менее, невозможно не отметить, что российская экономика все-таки выбирается из зоны отрицательных значений. Аналитики прогнозируют в ближайшее время период стагнации. Также эксперты в качестве позитивных моментов отмечают улучшение в потребительской активности. Показатель изменения объема розничных продаж также стремительно поднимается к нулевому уровню. Население учитывает заметное снижение темпа роста потребительских цен. Инфляция в октябре продемонстрировала минимальное значение с января 2014 года. Показатели потребительской инфляции тщательно отслеживаются Центральным банком РФ в попытке достижения целевого значения, установленного правительством на уровне 4%. Таким образом, участники валютного рынка смело продают российский рубль, не ожидая каких-либо интервенций от ЦБ РФ. Сегодня котировка доллар-рубль обновила трехмесячный максимум, поднявшись выше уровня 66 рублей за доллар. Аналитики валютного рынка пока не берутся делать прогнозов относительно дальнейшей динамики котировки. Вполне вероятно, что график может подскочить и преодолеть отметку в 67 рублей за доллар в любой момент. Быкам по паре доллар-рубль помогают медведи, работающие с нефтяными контрактами. Инвесторы переводят свои средства из рынка сырьевых товаров в гособлигации Соединенных Штатов, в результате чего заметно потеряли в цене как золото, так и нефть. Так называемое черное золото марки Brent торгуется сегодня по 44 доллара 60 центов за баррель. Дополнительным поводом к распродаже сырья стало нарастающее беспокойство за перенасыщение рынка энергоресурсом. О дальнейшем развитии событий на финансовых рынках вы узнаете из наших следующих информационных выпусков на канале ИнстаФорекс ТВ. Увидимся!